Здарова народ! Сегодня в этом видео я расскажу вам о новых 19-х Лебронах. Обращаю ваше внимание, что это лишь мое личное мнение, построенное на многолетнем опыте занятий спортом. На канале уже есть большое количество обзоров, которые вы всегда можете посмотреть в отдельном плейлисте. А теперь поехали! И начнем мы с внешнего вида. Большая часть верха кроссовка выполнена из прозрачного текстильного материала, благодаря чему в 19-х Лебронах отличная вентиляция. В язычке и бортиках находятся мягкие подушечки с воздухом для большего комфорта во время игры и дополнительной защиты при возможном контакте с ногами других игроков в области голеностопа и верхней части стопы. Шнуровка имеет 7 петель, 2 из которых с двойными нитями флайуэя, закрепленными в подошве и создающими более плотную фиксацию для предотвращения скольжения стопы внутри. Два упругих крылышка по бокам должны способствовать дополнительной стабилизации стопы и защищать ее от случайного подворота во время резкой смены направления. Кроссовки имеют жесткий пяточный стакан для лучшей фиксации и упругий набивочный материал для дополнительной стабильности пятки и защиты ахилла. За амортизацию здесь отвечают обновленная воздушная подушка Max Air в задней части стопы, подушка Zoom Air в передней и мягкий пеноматериал Cushlon по всей длине для максимального гашения ударных нагрузок, возврата энергии и легкости при движении по площадке. Двухсекционная резиновая подметка имеет текстуру, выполненную в виде короны, логотипа Леброна. Для хорошего сцепления с покрытием при движении в любом направлении. Мои кроссовки идут в расцветке Spice Jam, посвященной продолжению одноименного анимационного фильма, где Леброн сыграл главную роль. В стельке в районе пятки присутствует дополнительный слой пеноматериала, напрямую контактирующий с баллоном Max Air для максимальной амортизации. Теперь поговорим о менее очевидных вещах и начнем с веса. Для примера, 35 Джорданы весят 394 грамма, моментумы 350 грамм, 18 Леброны 491 грамм, а 19 Леброны 551 грамм. При этом все эти кроссовки идут в размере 8,5 US. После волейбольных кроссовок они ощущаются как сапоги, но при этом дают просто сумасшедшую амортизацию, что после тренировки даже больные колени не дают и намека на усталость. Отыграв несколько игр, с уверенностью могу сказать, что это самая сильная амортизация, которую я когда-либо тестировал. С некоторыми но. Обычно я тестировал кроссовки при собственном весе в районе 75 килограмм, но на момент обзора мой вес 66 килограмм. И конечно же продавить баллоны Max Air я физически не могу. Опережу ваши вопросы, такой вес связан с отсутствием спортивной активности после операции травмы. Я легко возвращаю вес, поэтому скоро буду в рабочих кондициях. Во время обзора я уже имел вертикальный прыжок в районе 90 сантиметров. На сайте кроссовки указаны как высокий, и это больше всего меня подкупило, когда я увидел их анонс. Но по факту эти боковые уши особой устойчивости кроссовку не дают. Даже при максимально плотной шнуровке голеностоп можно очень сильно согнуть. С одной стороны это не сковывает движение, с другой не дает дополнительную защиту от подворота. Поэтому если у вас есть проблемы с голеностопом, пользуйтесь медицинскими ортезами или суппортами. Еще при сильной шнуровке на верхней петле они создают настолько плотное давление, что у меня на следующий день появились синяки в месте контакта. При этом на игре я особого дискомфорта не чувствовал. Это связано с тем, что их верхние петли находятся на месте разгибателей пальцев ноги. Когда мы тянем носок на себя, уменьшая угол между стопой и голенью, эта мышца напрягается и окружность увеличивается. А шнуровка препятствует этому. В итоге потом я играл, шнуруясь до предпоследней петли. Людям с большим весом и меньшей подвижностью такая проблема скорее всего даже и не встретится. Как вариант попробовать завернуть высокие носки. Со временем нога привыкнет и боль уйдет. Данные кроссовки для обзора мне предоставил интернет-магазин Funky Dunkey. На их сайте вы найдете огромный ассортимент баскетбольных кроссовок, одежды и аксессуаров. Таких брендов как Adidas, Nike, Puma, Converse, Anta, Air Jordan и так далее. По моему специальному промокоду вы получите скидку 15% на все товары на сайте. Все ссылки вы найдете в описании под видео. А теперь возвращаемся к 19-м Lebron. Просто посмотрите насколько эти кроссовки больше моих моментумов в одном и том же размере, 8,5 US. Длина Lebron в 31 см, моментумов в 29 см. Поэтому если вы скоростной игрок, эти кроссовки однозначно не для вас. На свои тесты я всегда ношу несколько пар обуви, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств было во что переобуться. Но к моему удивлению на первой игре я смог отыграть почти 2 часа. После чего ноги дали четко понять, что даже босиком они уже не готовы передвигаться. К этим кроссовкам однозначно нужно привыкать. А точнее к их весу. Просто представьте, что за тренировку вы совершаете 2-3 тысячи движений с топой. И вместо привычных в среднем 350 грамм, нога начинает получать дополнительную нагрузку в 200 грамм. Что на 57% больше обычного. И выходит, что вы передвинули лишние 500 килограмм. Конечно же, как итог, ваша выносливость с непривычки будет очень сильно страдать. А также достанется вашим связкам. На следующий день после игры, ощущения в голеностопе были такие, как будто я на игре несколько раз подворачивал ногу то в одну, то в другую сторону. Связки болели несколько дней. Даже пришлось перейти в более легкие кроссовки, чтобы продолжить комфортно тренироваться. Это связано с тем, что разница веса от моих тренировочных кроссовок отличалась почти на 60%. И чтобы начать нормально играть в Лебронах, может уйти больше месяца на привыкание. Конечно, если ваш вес более 80 килограмм, вы намного быстрее привыкнете к их весу. А люди за сотку, возможно, даже и не заметят их на ногах. Поэтому 19-е Леброны подойдут для тяжелых и прыгучих игроков. Если ваш вес ниже 70, ну я бы даже сказал до 80 килограмм, вам будет очень тяжело перейти с большинства кроссовок на эти. Но если вы фанат линейки Лебронов, то вы понимаете, с чем столкнетесь. Амортизации здесь хватит даже для людей с весом более 120 килограмм. Также приятным бонусом будет то, что эти кроссовки увеличивают ваш рост на 3,5 сантиметра. Но для дрищей вроде меня, это может оказаться серьезным минусом к прыжку за счет их габаритов и веса. Для тех, кто имеет печальный опыт использования шнуровки с петлями Flyway, в 19-х Лебронах, если вдруг они порвутся, возможно пропустить шнуровки через отверстие, где были эти петли. Не знаю, насколько это практично, просто мои наблюдения. Лично у меня не одни кроссовки с петлями Flyway не рвались за время их эксплуатации, а таких было немало. Возможно, это связано с тем, что я занимаюсь волейболом, а это все-таки менее контактный вид спорта, чем баскетбол. Тракция в кроссовках очень хорошая. Мне кажется, со временем, даже если елочка в виде корон будет стираться, то сцепление будет становиться только лучше, потому что к основанию корон их площадь увеличивается, и площадь контакта с покрытием будет только больше. Благодаря тому, что в передней части кроссовка стоит низкопрофильная амортизация Zoom Air, она позволяет мгновенно взрываться с места без пружинящего эффекта и потери контроля движения. Кстати, почему у меня при росте в 185 см игровой размер кроссовок 8,5 US, я писал в группе ВК. Кому интересно, ставьте на паузу и читайте. Подводя итог. У кроссовок нет явных недостатков, и скорее всего, не вы должны выбрать эти кроссовки, а они должны выбрать вас. Однозначно могу их советовать людям с весом более 90 кг, которые хотят получить сумасшедшую амортизацию. Людям с меньшим весом посоветовал бы поискать более легкие модели, потому что слишком тяжелые кроссовки часто приводят к травмам голеностопа. Как всегда в комментариях, можете поделиться, в каких кроссовках играете вы, и рассказать об их достоинствах и недостатках, которые выявили за время использования. Возможно, кому-то из зрителей это поможет определиться с выбором. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Не забудьте поставить ему лайк и поделиться с друзьями. Все полезные ссылки вы найдете в описании. С вами был Егор Купынин. Всем здоровья и до встречи на волейбольной площадке. Субтитры сделал DimaTorzok